В леса Лысогорского района устремились любители пострелять. В Саратовской области открыта охота на копытных, пернатых, пушного зверя и браконьеров. В связи с этим на территории региона начались рейды против нарушителей. В этом году в области усилился контроль за нелегальной охотой. Все подробности в сюжете Анастасии Куклевой. Местные жители чаще всего им доступнее пушной зверь, это лисица, заяц, которые самые более распространенные на территории нашей области и района. Сегодня он выехал охотиться на тех, кто охотится. Виктор Иванович – инспектор со стажем. Каждый день уже больше 10 лет он следит за порядком на охотничьих угодьях Лысогорского района. В этих лесах Виктор Иванович не только знает каждую тропинку, но и как настоящая ищейка может распознать следы. Вот ясно видно, что крупный след кабана. Вот в обратную пошли несколько следов косуль, олени также. Вот еще кабаней след. Косули, кабаны, олени в лесах Лысогорского района, говорит инспектор, обитают практически все представители фауны региона. Несколько раз в день их можно встретить на этой подкормочной поляне. Чтобы зимой животные не голодали, егери для них оставляют еду – семечки и ячмень. Кормушки копытный скот всегда ходят по протоптанной тропе. В это время чаще всего животные и попадаются в расставленные капканы браконьеров. Вот сходятся две тропы в одну, здесь узкий проход. Зверь обязательно проходит здесь, туда и обратно. Петлю привязывают за дерево, вот так ее ставят. Зверь, когда проходит, попадает в нее и затягивает ногами. И остается в петле. Чтобы выявить браконьеров или найти их ловушки, инспекторы каждый день патрулируют территорию лесничества. Для того, чтобы проблем с законом не возникло, охотник должен предъявить инспектору три основных документа. Охотничий билет, разрешение на оружие и добычу зверей. У этого зверобоя с документами все в порядке. Петр Александрович охотится уже более 35 лет. Говорит, целей несколько. И мясо поесть, и шкуру продать. В прошлом году 13 зайцев добыл и две лисы. В этом году еще не без добычи. Зайцев, пищу, а если лиса попадется, шкурка. Правда, не очень дорого, но все-таки. Найти нарушителей сейчас, говорит инспектор, непросто. За последние 10 лет их количество значительно сократилось. С 70 до 20 протоколов в год. Правда, сейчас те браконьеры, что орудуют в лесах, сильно изменили свою тактику. К примеру, охотятся они выходят исключительно в темное время суток. Браконьеры стали другие, не то, что были раньше. Большая часть браконьерства происходит в сельхозугодиях, на открытых полях с применением приборов ночного видения, тепловизоров, прицелов ночного видения. То есть браконьеры все сейчас оснащены очень сильно технически. Однако уйти безнаказанными браконьерам практически не удается. С начала года инспекторами комитета охотничьего хозяйства было выявлено 411 нарушений правил охоты. Самыми излюбленными жертвами браконьеров, говорят, становятся копытные животные. В основном, по статистике, это традиционные лось, кабан, косули. То есть это те виды животных, которые чаще всего выявляются незаконно добытые. Естественно, по выявлению таких случаев, мы все материалы формируем, направляем в полицию. То есть вызываем сотрудников полиции, если есть какие-то улики, подлежащие выяснению их, изъятию, соответственно, пишем заявление. За незаконную добычу, например, косули грозит штраф до 60 тысяч рублей. А за некоторые виды браконьерства вообще можно попасть за решетку. По словам инспекторов охотнодзора, нарушители не должны чувствовать свою безнаказанность. Именно поэтому рейды проводятся ежедневно. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.